В Ненецком округе продолжается сбор средств на лечение и операцию подростка из села Тельвиска Мстиславу Никонову. Напомню, у мальчика рак третьей степени – лейкоз. Ему требуется пересадка костного мозга. Спасти жизнь Мстислава готовы врачи израильской клиники «Шнайдер». Общая стоимость лечения составит почти 350 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести на счет клиники авансом. После этого врачи готовы принять Мстислава. Диагноз рак третьей степени Мстиславу Никонову поставили два года назад. После чего школьник перенес несколько блоков химиотерапии и вошел в ремиссию. Но осенью прошлого года у мальчика случился рецидив. Болезнь переросла в острый Т-лимфобластный лейкоз – заболевание крови. В декабре и январе ему срочно провели два курса высокоточной химиотерапии. Но положительного результата достичь не удалось. На данный момент Мстислав находится в Архангельске в тяжелом состоянии. Показатели его здоровья после высокодозной химиотерапии упали. Разрешения на перевозку в другие клиники пока нет. Состояние ребенка сегодня стабильное. Он находится в периоде тяжелых осложнений после цикла химиотерапии. В настоящее время прогнозировать необходимость его выезда куда-либо невозможно. Сделать вывод об этом можно будет не раньше, чем через несколько недель, когда мы сможем понять, наступила у ребенка ремиссия или нет. Сейчас подросток получает всю необходимую антибактериальную терапию и заместительную терапию. То есть ежедневное переливание крови в связи с низкими показателями лейкоцитов и тромбоцитов. Начать лечение и провести операцию по трансплантации костного мозга готовы врачи израильской детской клиники Шнайдер. После того, как Мстислава ведут в ремиссию. Тоже очень много вопросов сейчас пишут, почему не в Москву, а почему в Израиле. Я не знаю, я больше экспериментировать, к сожалению, не хочу. И думать, что да, если нас Рогачева уже лечит два года, и нам снова туда ехать, и уже вижу, какое лечение это идет, что нет результатов таких вот, особенно сейчас, даже с постановкой диагноза. Нас сейчас лечат по примерному протоколу. Между тем, в социальных сетях обсуждается имущество семьи, в частности, квартира в Архангельске. Купленная вынуждена. Ведь за два года лечения и поддерживающей терапии семья много времени проводит именно в столице Поморья. Многие тоже там задаются вопрос, квартира там в Архангельске. Ну, понимаете, мы раз в два года лечимся, мы постоянно перемещаемся. Наринмар, Архангельск, Наринмар, Архангельск, это у нас второй дом уже Архангельск. И мы вынуждены были залезть в ипотеку и купить квартиру для того, чтобы хотя бы, когда его отпускали, он не по съемным квартирам у нас ходил, а чтобы он мог там остановиться, чтобы я могла приехать остановиться, чтобы папа мог приехать остановиться. Стоимость лечения в Израиле порядка 350 тысяч долларов или чуть больше 27 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям на сегодняшний день собрано почти 6 миллионов. Диагноз сложный, болезнь прогрессирует, дорога каждая минута. Все, кто может помочь Мстиславу Никонову, могут перечислять денежные средства по реквизитам благотворительной организации «Три единства», которые вы видите на своих экранах, или по номерам телефонов родителей Мстислава. Спасем жизнь ребенку.